Сегодня я приступаю к вязанию нового изделия. И в отличие от вязания всех предыдущих, которые происходили втихаря, что-то сами разработали, две недели вязали, рассказки как это долго сложно, вы не понимаете вообще, что это за процесс вязания, как он происходит в избе вязания. Вот я решила, начиная с сегодняшнего изделия, которое сейчас разрабатываю, показывать вам все процессы, то есть весь процесс производства нашего изделия. Как я это делаю, почему долго, почему быстро. Но изделие, которое я буду делать сейчас, оно не будет долгим. Я надеюсь, что мы свяжем его очень быстро. Но все процессы хочу вам показать. Первый процесс, очень важный, это перемотка. Он очень нудный, долгий, хочу вам показать, потому что это важно. Для многих это важно, потому что, смотрите, у меня будут полоски. И полоски будут вот из этих вот бобинок. Обычно я вяжу из мотков, поэтому нет проблемы перемотать. Берете мотушку, связали, и все, готовые магазины. Здесь бобины, бобины тоненькие, это полушерп, слонимская, тонюсенькая. Мне нужно 4 сложения. 4 сложения, отлично, для сельера. Поэтому каждую из вот этих бобин мне нужно перемотать, ну, хотя бы на 3 моточка. Потому что четвертый может идти из бобины. Это для вязания обычного. Но, учитывая, что полоски будут, и все эти полоски будут задействованы, ну, я думаю, что перемотаю на мотушку в 4 сложения, чтобы вот не заниматься раскладыванием этих бобин на каждой полосе. Это будет долго, нудно, и можно действительно в этих нитках просто, как паук, завязнуть. Поэтому сейчас перемотка. И вот тут очень интересный момент. Как это все перематывать, чтобы не запутаться? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Мышевушатель и помогатель. Потому что, если мы будем все вот эти бобины тонюсенькие перематывать просто на моталку, тоненькая пряжа сомнется в середине, и вместо хорошего моточка мы получим с вами пучок сетки, который, ну, будет очень тяжело распутать. Есть секрет. Показываю. Ну, секрет не секрет. Я так делаю, и многие у меня девчонки переняли такой опыт, и тоже им пользуются. Итак, есть моталка. Еще раз, если я на нее начну наматывать, все, естественно, сомнется, и будет очень нехорошо. Поэтому мы, как обычно, применяем секретные приемы вязальщиц. Основу для бумажного полотенца. Пробовала фольги, но от фольги очень тонкая, на моталку не нарезать. Бумажное полотенце. Отлично. В конце концов можно даже туалетную бумажку, потому что она точно так же отлично надевается на моталку. И тут тоже секрет. Смотрите, если брать целиком, вот по размеру штыря моталки, наматывать, вот эта часть не дает стоять клубку. То есть, когда вы будете вязать, клубок будет болтаться, мотаться, запутываться будет нехорошо. Поэтому еще один секрет-секрет. Мы режем эту основу пополам, для того, чтобы только-только намотать клубочек. Они прекрасно стоят. И даже если прыгают нашу тулку на такие тоненькие моточки, вот тоненькие, в половину штыря от конуса. Теперь самое главное его прикрепить к штырю. Скотчик. Прилепили. Смотрите, прилепляйте ближе к верхнему краю. Даже если прилепите немножко туда, ничего страшного. Вот, чуть-чуть повыше. Приклеили. Все, берем нить, которую буду перематывать. Продеваем моталку. А, еще такой, еще момент. Надрежьте кусочек, кончик. Потому что в этот надрез мы заправим узелок, который будет держаться. То есть, не в моталку прикрепим, а, естественно, Все, закрепили нить. Вот она. Разрез. И мотаем. Даже если, смотрите, немножко перейдет на... Слетит с этого конуса, ничего страшного. Оно будет все равно держаться. Видите, у вас все отлично наматывается на втулку. И мотать можно долго-долго. И вот ровно столько, сколько вам нужно. Вплоть до того, что моталка будет целиком занята. То есть, для... до стандартного ее максимального размера. Наматывайте, сколько нужно вот таких вот моточков. Видите, никуда не денется, ни за что не перепутается и не деформируется. Супер удобно. И все равно мотать. Вот мотать так, чтобы они отлично стояли и держались. Это первая часть. Следующее, что мы будем делать с вами, это рисовать полоски. Поэтому не уходите далеко. Обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте себе закладочку. Будем смотреть полный цикл вязания изделия. Поэтому следующее, что мы будем делать, рисовать полосы в программе генератор полос. Многие о ней слышали. Многие даже скачивали. Но мало кто в ней работал. Следующее видео про полоски. Субтитры сделал DimaTorzok